Здравствуйте! Сегодня 11 июля и мы говорим о ситуации на рынке Форекс с главным аналитиком компании Макти Форекс Владимиром Севашовым. Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте! Закончилась очередная биржевая неделя. Чем она была характерна, по вашему мнению, и что ожидает валютный рынок на следующей неделе? На рынке сейчас складывается непростая ситуация. На фоне негативной экономической статистики из США. В последних недель у инвесторов закрепляются опасения относительно перспектив американской экономики. На валютных торгах прошлой недели это оказывало понижающее давление на доллар США. Одновременно с этим укреплялись позиции единой европейской валюты. В последнее время в еврозоне успешно и комплексно реализуется программа стабилизации экономики, охватывающая все регионы и все основные проблемы, влияющие на динамику европейской валюты. В этой связи изменения в настрое рынка по отношению к евро привели к росту единой валюты на прошедшей неделе. Рост ее курса относительно доллара США поддерживался также и ростом мировых фондовых рынков. Я бы сказал, что здесь существует прямая зависимость. Фондовые индексы растут, растет курс евро и других высокодоходных валют, а курс американской валюты соответственно падает. И наоборот. Может быть это странно звучит, но европейский кризис сыграл одну весьма позитивную роль. Он явился тем катализатором, который действительно сумел объединить усилия всех стран региона в совместных действиях по преодолению кризиса. И показал всему мировому финансовому сообществу, что стабильность евро гарантирована всей финансовой мощью объединенной Европы. Поведение британской валюты на торгах прошлой недели характеризовалось упорными попытками фунта, используя позитивный настрой рынка по отношению к нему, пробить сопротивление продавцов и продолжить восходящее движение. Однако негативные экономические показатели, опубликованные на прошлой неделе, не позволили фунту осуществить дальнейший подъем. Инвесторы опасаются замедления роста экономики Британии, что, по всей вероятности, может привести на следующей неделе к новому снижению курса валюты. Владимир, какие макроэкономические показатели, выходящие на этой неделе, могут быть интересны участникам торговли? Макроэкономических показателей на этой неделе довольно много. Назову только основные из них. В понедельник Великобритания опубликует окончательные данные по приросту ВВП за первый квартал. Прирост валовой продукции ожидается на уровне предыдущего показателя. Кроме этого, будут опубликованы данные расчетного счета в платежном балансе, которые, вероятно, покажут увеличение дефицита текущего счета. В США в этот день ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке. В экономической статистике вторника основное место занимают ценовые показатели стран, ведущих участников валютной торговли. Среди них Великобритания опубликует индекс цен на вторичном рынке жилья, а также индексы потребительских и розничных цен. Швейцария и Германия опубликуют индексы цен производителей и оптовые цены. Франция опубликует индекс потребительских цен. В Японии выйдет заключительный отчет по объему промышленного производства, загрузке производственных мощностей и индексу потребительского доверия. Еврозона опубликует индекс настроения в деловой среде, который в июне месяце немного понизится. А аналогичный показатель будет опубликован в США. Этот показатель покажет, по всей вероятности, рост экономического оптимизма. Из других показателей по США можно отметить сальдо баланса внешней торговли почти на уровне предыдущего и данные по исполнению федерального бюджета. Данные, как ожидается, покажут существенное снижение дефицита бюджета. В экономическом календаре среды Великобритания опубликует данные по изменению числа безработных, прогнозируется снижение, уровню безработицы, напомню, предыдущее значение 7,9%, и изменению уровня среднего заработка. В еврозоне будут опубликованы индексы потребительских цен, а также показатели объема промышленного производства. Ожидается его рост. В США выйдут данные по розничным продажам, аналитики предполагают снижение показателя, по динамике импортных цен, изменению объема товарных запасов на складах. Кроме этого, будет опубликован протокол последнего заседания комитета по открытому рынку. В четверг выйдет целый блок показателей из Японии. Среди них протокол заседания комитета по кредитно-денежной политике и решение по основной процентной ставке, которую планируется сохранить на прежнем уровне 0,1%, изменение объема заказов на оборудование и объем инвестиций японских и иностранных инвесторов. В США, как обычно, в этот день будут опубликованы данные по уровню безработицы, количество первичных обращений и повторных заявок на получение пособий по безработице. Кроме этого, выйдут важнейшие показатели по динамике объема промышленного производства, загрузке производственных мощностей, ценам производителей и деловой активности по данным Федерального резервного банка Филадельфии. В последний день торговой недели Япония опубликует индекс деловой активности в сфере услуг. В еврозоне выйдут показатели баланса внешней торговли, а в США будут опубликованы данные по динамике потребительских цен, объем покупок ценных бумаг казначейства США иностранными инвесторами и индекс потребительских настроений по данным Мичиганского университета. Владимир, а что Вы можете сказать об итогах Вашего предыдущего прогноза по евро и фунту? Ценовое движение валютной пары евро-доллар на торгах прошлой недели развивалось в соответствии с нашими ожиданиями и нашим предыдущим прогнозом за период с 5 по 9 июля. Прогноз предполагал подъем пары к установленным целевым уровням, затем снижение ее курса, новый подъем и новое снижение. Фактическое движение валюты несколько скорректировало наш прогноз. После открытия недельных торгов пара действительно начала подниматься, постепенно один за другим пробивая уровни сопротивления продавцов. Таким образом, к концу недели пара добралась до отметки 1.27.22, зафиксировав на этом уровне максимум недели и исполнив все целевые уровни, установленные первой частью нашего прогноза, на подъем. Далее пара, как и предусматривал наш прогноз, развернулась на снижение. Прогноз по паре фунт-доллар предполагал кратковременную попытку британской валюты пробиться выше уровня сопротивления 1.5228, а затем разворот пары вниз и снижение фунта. Фактическое движение валюты не ограничилось кратковременной попыткой, а продолжало тестировать этот уровень на пробой в течение всей недели. И только в пятницу, после еще одной безуспешной попытки пробиться вверх, пара окончательно развернулась на нисходящее движение и вышла из бокового диапазона. Вместе с тем, можно отметить, что во время ценовых колебаний в диапазоне пара несколько раз достигала двух целевых уровней нашего прогноза на снижение. Владимир, а какой прогноз по евро вы можете сделать на эту неделю? Активность пары евро-доллар на прошлой неделе была довольно ограниченной. За неделю пара смогла прибавить в цене всего лишь чуть более 160 пунктов, поэтому кардинально ее положение не изменилось. Пара находится сейчас у верхней границы коррекционной модели FLAG, в которой развивается восходящая коррекция евро. И в соответствии с выводами технического анализа, сейчас на очереди нисходящий этап коррекции, который последует в направлении нижней границы модели. В целом завершение коррекции мы ожидаем в конце июля, при достижении валютой ценовых уровней 1.30-1.31. А на следующей неделе предполагаем кратковременный подъем пары к целевому уровню 1.27.36-1.27.50, а затем разворот курса единой валюты вниз и снижение пары к ценовым уровням 1.26.21-1.25.61-1.25.07 и далее к цене 1.23.25. А что ожидает пару фунт-доллар? Британский фунт после неоднократных и неудачных попыток продолжить восходящее движение на прошлой неделе наконец развернулся и начал снижаться. На следующей неделе паре предстоит продолжение снижения в направлении нижней границы канала, в котором с ноября месяца прошлого года развивается нисходящий тренд пары фунт-доллар. Целевые уровни снижения пары 1.50.46-1.49.90, 1.49.33 и далее к уровню 1.47.87. Спасибо, Владимир. Более подробную информацию и обоснование наших прогнозов смотрите на сайте maxiforex.ru. А мы прощаемся с вами и желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова